Приливы есть во всех делах людских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. Девятого июля. День Давида, земляничника, назван в честь преподобного отца Давида Солунского. Упражняясь в воздержании с младых лет, он явился перед людьми, как бы ангелом воплотил. Жил в палатке под миндальным деревом 70 лет, молясь и постясь. Мужественно перенося то стужу, то сильный зной, он сделался как бы бесстрастным. Однажды он взял в руки разожженный уголь и возложил на него фамиам, предстал так перед царем и кадил на него, причем руки его нисколько не пострадали от огня. На Руси в этот день уходили в лес собирать землянику, а сам день назывался земляничником. Отправлялись в лес целыми семьями, чтобы привлечь к сбору даже самых маленьких детей, приучая их к труду. Одновременно собирали и листья земляники, чтобы на их основе готовить лекарственные средства. Например, высушенные листья добавляли в чай. Такой напиток помогает восстанавливать силы, повышает иммунитет и улучшает общее самочувствие. Приметы. Солнечный день сегодня, значит хорошая погода продержится до осени. Чтобы сегодня успешно занять деньги, надо положить в карман листья земляники и отправиться просить взаймы. Если при поливе рассада полностью впитывает себя в воду, жди засухи. И если вода остается на поверхности, жди дождей. Ну что? Самое время заняться целебной кулинарией. Я Геннадий Малахов, приветствую вас у Кранов, а мой гость Таня Лавич у себя на кухне. У нас сегодня в меню капустное блюдо. Оландушки из капусты. Почему я выбрала капусту? Я очень люблю капусту. А я думала, ты хочешь, чтобы у тебя блюдо было побольше. Кстати, капуста способствует в какой-то степени. Я заготовила этот вопрос. Городным предметом. Ну, я думала, задать его в конце. Ладно. Тогда, может быть, с самого начала. Это миф, откуда растут ноги того, что от капусты растет грудь. И растет ли она только у женщины, или растет она еще и у мужчины? Ну, я думаю, что у мужчин она особо не растет. Но если смотреть, вот так вот взять и посмотреть, она уже напоминает. Есть такая полусферка. Да, полусферку напоминает. И дело в том, что все то, что дает какой-то объем, ну, будем говорить, косвенно может влиять и на увеличение груди. Ну, это получается, что можно есть эти арбузы, ананасы, почему капуста? Нет, ну, в основном именно капуста считается. Ну, вот почему? Почему? Ну, согласно древним поверьям, это так уж можно рассматривать. Ладно, но с точки зрения народной медицины, на самом деле, первое, что я хотела у вас узнать, Геннадий Петрович, это почему от хрустящей капусты люди сбрасывают вес? От хрустящей капусты люди сбрасывают вес потому, что в первую очередь еще древние диетологи, будем так говорить, или врачеватели, они уже говорили, что она обладает свойствами усиливать жизненный принцип диета, который как раз и вызывает сухость и холод в организме, то есть подсушивает тело и охлаждает. Поэтому, позже смотри, капусточку, ну, в зимнее время есть ее так в больших количествах нежелательно, а вот что касается для того, чтобы человек по стране, дело очень хорошее. Ее можно так тушить. Я, знаете, я капусту люблю с детства, у меня мама очень хорошо готовит, я обожаю тушеную капусту как сложный гарнир, когда, ну, к какому-то виду мяса подарится, значит... Масковочка? Нет. Там все, может быть, не так цельно. Может, ты там? Нет, да, смотрите, сложный гарнир заключается в том, что отдельно лежит пюре и отдельно лежит капуста. То есть сложный гарнир из пюре и тушеной капусты. И это настолько вкусно, например, с рыбкой какой-нибудь белорубой. Вот смотри, смотри, Танюша, оказывается, это неверно. С позиции целебной кулинарии либо вы делаете тушеную капусту и едите ее с мяса, либо же вы тушеную капусту кушаете с картошкой. А когда получается вот этот сложный гарнир, он уже не особо полезен для пищеварения. Поэтому, смотри, в первую очередь в капусте меньше всего калорий. Далее она создает объем, что очень важно в желудке, человек наедается. И к тому же она является, несмотря на то, что калорий мало, сытным продуктом, который дает еще организму силы. Восьмые лунные сутки. Сегодня мощные, аналитические лунные сутки, которые усиливают биохимические реакции в организме. Поэтому их так и назвали. Огонь. Чтобы эффект от огненной работы был больше, рекомендуется меньше есть, а лучше поголодать. В противном случае, эта энергия потратится на расщепление пищи, а не на обновление и укрепление организма. Энергетика сегодняшнего дня позволяет составлять уникальные травяные сборы. Под действием огненной энергии происходит лучшее соединение лекарственных веществ в целебные комбинации. Что касается нравственных рекомендаций, то сегодня хорошо покаяться в содеянных грехах и простить своих обидчиков. Можно очищать помещение пламенем свечи. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!